Про эту битву до сих пор ходит много мифов, кто кого выносил, кто сражался лучше. Немцы назвали свое наступление «Вахта на Рейне», иногда еще называют «Стража на Рейне». В американской истории оборонительные и наступательные фазы операции получили название «Битва за Орденский выступ». Союзники справились с немцами? А правда ли, что союзники просили у СССР ускорить наступление и перенос сроков советского наступления спас их от немцев? Что вообще произошло в декабре 44-го и январе 45-х годах в Орденах? Давайте разбираться. В конце осени 44-го года наступление американцев уперлось в линию Зигфрита и увязло в Хюртгенском лесу. Союзники смирились, что нацистский рейх еще силен и войну к Рождеству они закончить не смогут и придется встречать праздник в окопах на фронте. Решив, что у них будет достаточно времени для перегруппировки, подтягивания резервов и планирования наступательных операций на новый 45-й год. Но они не учли, что у Гитлера на этот счет были свои планы. Адольфу нужна была нефть и драться за нее он был готов до последнего немецкого солдата. На Восточном фронте он цеплялся за последние месторождения нефти в Венгрии, а ударом на Западном фронте решил прорваться к Брюсселю и, главное, к порту Антверпен, где рассчитывал поживиться с запасами горючего союзников, а заодно перерезать коммуникации снабжения 21-й британской армии. Немцы держат операцию в тайне, даже среди своих. Радиообмен между армиями и дивизиями сведен до минимума. Вермахт так упорно оборонял район Хютгенских лесов, чтобы использовать его как плацдарм, скрытый от глаз авиаций союзников для сосредотачивания войск. Немцы сосредотачивали для удара достаточно серьезную группировку. 6-я танковая армия СС, командующий СС Зеппедидрих. 5-я танковая армия генерал Монтейфель. 47-я, 58-е танковые корпуса, 66-й армейский корпус. 7-я армия Бранденбергер, 80-е и 85-е корпуса. Войска имели в достаточно больших количествах тяжелые танки ИСАУ. Всего 240 тысяч, по некоторым оценкам до 400 тысяч человек. 1800 танков, 1900 артиллерийских орудий и реактивных минометов. С воздуха наступление поддерживало 800 самолетов Люфтваффе. Командовал объединенной группировкой Вальтер Модель. Американцев застали врасплох. Отнюдь не успех 1940 года убедил Гитлера ударить через Ордены американские войска, чья конфигурация в месте удара была наиболее слабой. Командование союзников решило, что из-за труднопроходимой местности Ордены это самое маловероятное место для наступления и разместили там для отдыха потрепанные в предыдущих боях на линии Зигфрита части, а еще и зеленые, не участвовавшие ранее в боях пехотные соединения. Также было много частей обеспечения тыловиков. Рано утром 16 декабря 1944 года немцы разорвали фронт залпом тысячи орудий и против сонных и не особо боеспособных американских частей пошли в бой ветераны СС. Конечно, у немцев тоже были не сливки, были те, кого смогли собрать, но выучка и огневая мощь были на их стороне, а нелетная погода сковала авиацию союзников. Летчики Люфтваффе на свой страх и риск летали и старались поддерживать наступающие войска. Транспортная авиация даже сбрасывала кое-какое снабжение передовым частям СС, которые не могли догнать тлы по плохим дорогам. Ряженые диверсанты Отто Скорцене сначала сеяли панику и наводили неразбериху в рядах американцев. Операция Кондор. Но довольно быстро были вычислены. Наступление немцев сразу привело к глобальному вклиниванию в оборону и выбило американцев из колеи. Многие, как, например, командующие 1-й армии, США генерал Ходжес, начали осознавать масштабы происходящего только 17 декабря. К 19 декабря немецкий прорыв по фронту достигнул 100 километров, а в глубину до 35 километров. Потом Эйзенхаур в своих воспоминаниях будет делать хорошую мину при плохой игре и говорит, что американцы знали о том, что немцы готовят удар, но решили позволить им прорваться, заманить поглубже, отрезать и далее в таком роде. Если они все знали, то откуда взялась такая суета? Пока немцы на всех парах рвались к переправам через МАЗ и к Динану, то Эйзенхаур начинает судорожно искать решение. Эйзенхаур отдает под командование Монгомере 1-ю и 9-ю армию. При объединенном командовании так было принято, англичане могли командовать армейскими частями. Также вопросы и обиды будут именно к Монте, а не к Эйзенхауру, который скинул ответственность себя и американских генералов. Чтобы как-то задержать немцев, в спешном порядке в район прорыва перебрасывают 7-ю и 10-ю бронетанковые дивизии из состава 3-й армии США. Из Голландии на машинах перебрасывают 101-ю дивизию ВДВ, кричащие орлы. Эйзенхаур берег свой 18-й воздушный десантный корпус, 82-й и 101-й дивизии. Они еще не полностью оправились после провала сентябрьской операции Маркетгарден и не были полностью укомплектованы зимним обмундированием. Если все было под контролем, то отчего такая спешка? Кричащих орлов дислоцирует в город Бастань. Он важен тем, что завязывает на себя сразу 7 дорог. И без его захвата немцы не смогут нормально снабдить свои рвущиеся к переправам войска. Дивизия прибывает в город буквально за сутки до того, как к нему подходят немцы и окружает Бастань. Интересно то, что американцы в районе проведения операции располагали очень солидными резервами и могли спокойно справиться своими силами. Ими в итоге и справились, но запаниковали. У американцев в районе Орден было более 800 тысяч человек, 1300 танков, 182 САУ и почти 400 артиллерийских орудий. Немецкая разведка правильно оценила слабость обороны американцев по фронту, но если бы они знали, какие у них резервы, то, возможно, бы даже и не начали наступать. Эйзенхаур не знал, какие резервы у немцев. Мощность первого удара настолько его потрясла, что он начал запрашивать войска из Франции, Италии и даже из США. Немцы увязли у Бастани. Американские десантники были обученными и обстрелянными ребятами и поэтому стали крепким орешком для немецкой 5-й танковой дивизии, которая с нескольких попыток так и не смогла взять город. В итоге немцы увязли и понесли потери. Понимающий в маневренной войне американский генерал Паттон предложил им дать еще больше втянуться и увязнуть. И вот тогда нанести удар, но Эйзенхаур испугался риска и приказал начать наступление 3-й армии Паттона не позже 21 декабря. Видимо, потом Эйзенхаур присвоил себе идею Паттона и приписал ее в своих мемуарах. Танки Паттона ударили немцам во фланг, а к 23 декабря окончательно распогодилось. Начала действовать союзная авиация и все пошло по накатанной. Американские и британские самолеты не покидали небо над Арденами. Немцев стали утюжить с воздуха, у них осталось мало сил и мало горючки. Как быстро они сломаются и начнут отступать, было только вопросом времени. По сути, битва американских войск была выиграна, и ее оборонительная фаза к 23 декабря уже была точна. Теперь битва перешла в фазу, когда немцев нужно было выбить на те позиции, с которых они начинали. 26 декабря американцы прорвали оборону Бастони, а немцы все быстрее откатывались назад. Под ударами авиации и артиллерии союзников сохранялся риск, что их могут вообще отрезать. Американцы в битве за Арденский выступ потеряли более 89 тысяч человек, а немцы более 67 тысяч. Но американцы могли восполнить и людские резервы, и потери в технике, а немцы нет. Действительно, перед началом американского наступления на немецкие позиции в Арденах 1 января 1945 года Эйзенхаур попросил Черчилля обратиться к Сталину, чтобы советские войска ускорили начало своих наступательных операций. Сталин и ускорил начало Висло-Арденской наступательной операции, и она началась 12 января 1945 года, а должна была начаться на 8 дней позже. В итоге получается, что оборонительная фаза сражений, не пройдена американцами самостоятельно, а вот в наступательной мы помогли. Немцы перебросят в Венгрию 6-ю танковую армию СС Зиппа Дидриха и облегчат американцам наступательные операции. К 28 января 1945 года американцы полностью освободят Арденский выступ от немецких войск. Этот выпуск подошел к концу. Жду ваших комментариев. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорой встречи. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!